Зигмундс Скуинш. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Пружковский. Глава 13. Молодой человек, подойдите-ка на минутку. Тут такие неприятности. Дородный ангел-спаситель, высунув в окошко увенчанную бегуди голову, подзывал его к себе. «Вы не представляете, как мне из-за вас попало. Такой тарарам устроили. Заявился этот, сосед ваш по номеру. Он обычно пропадает по нескольку дней, таскается черти где, а тут прилетел и давай орать, аж взмок от злости». «Ага, должно быть из-за бритвы», промелькнул у него в голове. «Я так и думал». «Чем же мой сосед недоволен?» «Всяких перевидела. Ну чтоб такого. Я здесь, слава богу, 17 лет работаю. Глотку драть многие гораздо. Жалобную книгу требовать или, скажем, грозить газетой. Я таких по лицу знаю. Кислые, надутые. Чуть что не так, сразу в крик. Но тех я всегда садить сумею. Не кричите, скажу. Не забывайте, где находитесь. А этот с виду прямо лесоруб-подемщик. С оборванными пуговицами ходит. Воротник у рубахи точно жеванный. А говорит «Куда там? Кум королю!» Уставится в глаза и пальцем по окошечку тычет. «Даю вам пять минут на то, чтоб человек, которого вы поместили в мой номер, был выдворен. Я заказал себе комнату, а не койку на постоялом дворе. В противном случае сам наведу порядок и все посторонние вещи выброшу в коридор». «Да у меня нет никаких вещей». «Нет, ну просто ненормальный. Не кричите, говорю. Не забывайте, где находитесь. А ему хоть бы что? Я вас предупредил. Потом не вздумайте отпираться, будто не знали. И можете жаловаться в милицию, прокуратуру или в президиум Верховного Совета». «Значит, бритва тут ни при чем. А может, он прав? Может, я и в самом деле незаконно влез в этот номер?» «Боже упаси, о чем вы говорите? Какой там прав? Только вот ума не приложу. Как теперь быть? Куда вас поместить?» «Ну, а если он не прав, я останусь где был». Женщина горестно покачала головой в бегуди и сквозь редкие белесые волосы проглянула, розоватая, как у ребенка, кожа. «Нет, нет, ничего не выйдет. Я в людях разбираюсь. Он вас и слушать не станет. Такого ничем не проймешь. Пойди догадайся, что у него на уме. Пусть уж директор с ним разбирается. Мне-то что?» Он в номере. «По крайней мере, ключ забрал». «Пойду взгляну. После такой характеристики». Ангел-спаситель хлопнул в пухлые ладоши. «Об одном прошу. Без скандалов. Если придется вызывать милицию, нас лишат премии». Поднимаясь по лестнице, он решил сделать вид, что ничего не знает. На стук никто не ответил, но дверь была не заперта. «Не слышат, что ли?» – подумал он. И на всякий случай постучал погромче. В глубине кто-то озазвался. В первой комнате никого не было. Во второй за столом сидел ну и но. Гаттенш, склонившись над шахматной доской, подперев кулачком подбородок. Вокруг были разбросаны фигуры. Он, видимо, играл сам с собой. «Так это вы, Гаттенш?» «Вероятно, вы недалеки от истины. Я – собственной персоной». Впрочем, об этом можно было бы еще поспорить. Как известно, понятие «персона» пришло к нам из латыни, где это слово означало «маску актера с прорезью для рта» – «тер», сквозь который звучал голос Сонаре. «Вы здесь живете?» «Стараюсь жить всюду, где нахожусь. Руководствуясь формулой «я чувствую, значит живу». Но, по правде сказать, и об этом можно было бы поспорить. Чтобы доказать, что мы действительно живем, пришлось бы прежде всего определить смысл жизни. Однако он наукой по сей день не установлен. «И вы собираетесь вышвырнуть в коридор мои вещи?» Гаттенш заморгал глазами и уставился на него. «С чего вы решили?» «Я не решал. Дежурная только что любезно известила меня о том, что я должен убраться, освободить кровать». «Ах, вот оно что!» – протянул Гаттенш. «Простите мою недогадливость. Подобный вариант мне просто не пришел в голову». «Мне тоже. Не понимаю, зачем им нужна комната в гостинице, если рядом у вас дом?» «Логично и ясно. Не нужна. Я, конечно, не следователь и не ваша жена. Личная жизнь других меня не интересует». Наигранным смехом он постарался смягчить резкий тон. «А вы могли бы все высказать мне самому? Незачем было пугать престарелую даму?» Втянув голову в сутулые плечи, Гаттенш безмотежно слушал и улыбался за толстыми стеклами очков своей непроницаемой азиатской улыбкой. «Прошу прощения», — словно устыдившись чего-то, заметил он. «Но свою речь вам придется повторить еще раз, потому как, насколько я понимаю, вы приписали мне заслуги, кои целиком и полностью принадлежат старинному другу вашей семьи, профессору Апариоду. Немного терпения, он скоро вернется». В прищуренных глазах Гаттеня, помимо сочувствия, блеснуло и злорадство. «Держу пари, он будет удивлен не менее, чем вы». А Париод, несомненно. «Думаете, профессор не знает?» «Уверен. Иначе бы он так не выразился. Я этого обормота с треском отсюда выставлю!» Покуда мне еще не удалось установить причину, однако, по отношению к вам, по крайней мере, до сих пор, он проявлял необъяснимое благоволение. В конце концов, какое это имеет значение? Дело в принципе. Зачем одному человеку две постели? Вероятно, вопрос престижа. Если лев не может целиком заполнить собою всю пещеру, позволит ли он поселиться в ней кролику? Значит, в вашем представлении о Париод лев. Во всяком случае, у профессора весьма развито чувство престижа. Уж он-то не станет убиваться по растерзанному кролику. Растерзать кролика – дело нехитрое. Поверьте мне, он выдающийся представитель своей породы. С неожиданным талантом, своеобразным стилем. Вы так считаете? А что, если вдруг ей в соседней кровати объявится лев? Что ж, это было бы чрезвычайно интересно. Хотя подобный вариант мне представляется чистой фантастикой. В наше время львы относятся к животным вымирающим. А вы присаживайтесь, чего стоите? Профессор пошел на почту, сейчас вернется. Гаттенш, двигая шахматные фигуры, время от времени вскидывал на небо глаза. В шахматы играете? Нет. В детстве отец пытался научить, но в ту пору у меня были предубеждения против всего, чему приходилось учиться. А в карты? Тоже нет. Скучнейшие занятия. Мотоцикл водите? Нет. Гаттенш внимательно поглядел на него. Значит, вам не нравится математика, химия, физика. Слабо даются иностранные языки, грамматика. Частенько вам не хватает находчивости, выдержки, системы. По натуре вы скорее робки. В отдельных случаях, прям скажем, ленивы. Разве я не прав? Вы занимаетесь психоанализом? Этот тип мне хорошо знаком. В известной мере, по личному опыту. Например, плавать я научился в 22 года. Не вижу в этом ничего трагического. Да, внешне все как будто обстояло благополучно. Но где-то в уголке сознания гнездилось убеждение «ты не умеешь». И оно медленно, но верно подтачивало волю. И под конец к самому себе я стал относиться как к уцененному товару. А те, кто умеет, те, естественно, всегда и во всем впереди. Им достаются лавры, они берут в жены самых пригожих. Забоевывают положение в обществе. А ты жмешься в сторонку, мирясь со своей второсортной судьбой. И с подволь убеждаешь самого себя в собственной никчемности. Что, мол, я? Сколько же вам было лет, когда вы научились играть в карты? Да, карт, дел не дошло. К тому времени я сам себя постылил. Сначала взялся за английский язык, потом за мотоцикл. Хотя получить права с моим орлиным зрением... Он слушал с настороженным вниманием. Разговор принимал опасный оборот. Не скрывалась ли в словах Гаттеня какая-то ловушка? Возможно, он нарочно разоткровенничался и его подбивал к тому же. Гаттеня трудно понять до конца. То ли паясничает, то ли серьезно говорит. Такие вот дела. У меня часы остановились. Сколько на ваших? Опять куда-то торопитесь? На сей раз нет. Гаттенш сказал который час и взглянул на него попросительно. Наверное, ждал, что он заговорит. На подоконнике, запутавшись за навеской, жужжала муха. Он подсел к столу, разглазил край скатерти. Жара, проговорил Гаттенш. И, сняв с острого носика очки, мятым платком вытер лоб щетинистый ежик. Как сказали бы в старое время, сенокосная пора. Сенокоса в городе не почувствуешь. В Риге и то косят траву вдоль канала. Мимо пойдешь и так запахнет сеном. А в Рандове, смотрю, даже порядочного сквера нет. Зато мимо нашей колонии без конца снуют машины с сеном. Успевает только улицу подметать. Не вам же ее подметать. Я подметаю. Все подметают. А что же тогда, простите, делает дворник? Вот дворник-то как раз и не подметает. Он по совместительству работает ночным сторожем на складе райпотребсоюза, а днем отсыпается. Оно и понятно. Как можно без сна? Переглянувшись, они усмехнулись. Начальник наш его как огня боится. В жизни не видал такого сварливого человека. Чуть что. Пожалуйста, попробуйте увольте. Где вы у нас видели хотя бы одного дворника, уволенного за то, что долго спит? Ну и в общем-то он прав. А потом, где возьмешь другого? Штатному месту пустовать не положено. И где гарантия, что другой станет подметать? Гаттенш вдохнул на стекла очков и принялся их протирать. Без очков его морщинистая личик оказалась до странности чужим и удивительно беспомощным. В открытое окно с улицы залетали женские голоса. Транзистор рассыпал по ветру затейливые ритмы, кудрявые и легкие, как древесные стружки. Гаттенш любил почесать языком, но похоже, что сейчас он умышленно завел пустой разговор. И вообще этот гаттенш себе на уме наверняка знает больше, чем прикидывается. «Значит, в вашем заведении содержатся только юноши?» «Только юноши». «А бывает, что кто-то, выйдя на свободу, остается здесь на житье?» «Всякое бывает. Иного чудика ведут за ворота, а он упирается. Ему бы от радости прыгать, а он хнычит, как дитя малое. Школу, видите ли, не успел закончить». «Вы случайно не преподавали ботанику и зоологию некоему Женьке?» «Женьке?» Гаттенш надел очки и взъерошил волосы. «Женек много?» «Как фамилия?» «Фамилия не знаю, работает на кладбище». «Что-то не вспомню. У него подружка Либа, тоже с тюремным прошлым. Тут все знают». «Женьку?» «Да нет, Либу». «Либу я тоже знаю. Одно время она жила у нас. После тюрьмы?» «Ваша информация не совсем верна. Либа в тюрьме никогда не сидела. Уж это точно. Я, разумеется, ее не расспрашивал. Однако на такие вещи у меня есть нюх. Башмачник мигом свои башмаки распознает. Пока он озадачен и собирался с мыслями, вошел Апареод. В той же пестрой рубашке на выпуск с короткими рукавами. Загорелое лицо и массивная шея лоснились от пота. В одной руке он держал бутылку молока, а в другой — рижский хлебец. «Вот это и есть та персона нон-грата!» — первым подал голос. Гадный же безо всяких вступлений. Тяжело дыша после ходьбы по лестнице, Апареод положил покупки на стол. Вид он имел невозмутимый, и только на покатом лбу проступило выражение чуть заметного неудовольствия. Постоялец номер два. «В таком случае мне очень жаль!» Голос Апареода был холоден и резок. «Ничем не смогу вам помочь! Администратор допустила грубую ошибку, и она должна ее исправить!» «В этом номере я обитаю вторые сутки!» — сказал он, и даже попробовал рассмеяться. Со стороны его наигранная веселость, должно быть, выглядела жалко. Он часто смеялся не к месту. Хорошо хоть на сей раз смех прозвучал скорее, как бахвальство, чем попытка расположить к себе Апареода или еще того хуже его разжалобить. Это не имеет значения. Комната занята. Номера люкс на койке не делят. Такого закона нет. Нагрянет ревизор. Гостиница переполнена. Это не оправдание. Если всем не хватает по паре сапог, это не значит, что сапоги должны продаваться поштучно. Я думаю, администратору была бы не прочь каждому предоставить по номеру люкс, будь такая возможность. Неизвестно. Иной раз трудности создаются умышленно. Апареод, как мечом, рассек воздух указательным пальцем. Возможно, всему виной было благоволение, которое он безотчетно испытывал к метафизическому титулу профессор. Возможно, непререкаемая властная манера разговаривать, заранее отметавшая все возражение, но, стоя лицом к лицу с Апареодом, он себе казался плохо завязанным воздушным шариком, из которого постепенно улетучивается воздух. Глубокое убеждение в своей правоте и чужой несправедливости теперь отнюдь не представлялось таким неоспоримым, каким было всего минуту назад. И даже сама мысль опереться на такие понятия, как правота, несправедливость была попросту смешна. Апареод брал то, что ему нужно, ломал, перекраивал, и все, как ни странно, снова укладывалось в прежние строгие рамки. Крыть было решительно нечем. В споры Апареод не пускался, он просто приводил факты, вскрывал ошибки, разъяснял недоразумения. Его тон, конечно, мог и задеть, но рассердиться на него было трудно, потому что доводы приводились бесспорные. Апареод всегда и во всем оставался хозяином положения. Ну вот, сказал Гаттенш, и вопрос исчерпан. Все в ажуре. Разболтанность появляется там, где снижается требовательность. Превратили гостиницу в фабричное общежитие, а потом сами удивляются, что не хватает места. Все еще кипятился профессор, но уже без прежнего запала. Ступайте, потребуйте себе комнату. На худой конец, сказал Гаттенш, мой дом всегда к вашим услугам. Раскладушка на веранде, свежее сено на сеноваре. Спасибо, что-нибудь придумаем. Так что мы будем делать? Гаттенш потер ладони. Сыграем партию? Нет охоты, буркнул Апареод. Играть в шахматы, пить водку, две вещи, которыми порядочный человек занимается с утра, лишь в исключительных случаях. А почему бы этим утром как раз не сделать исключение? Законы надо уважать. Один умный человек сказал, исключения не опровергают, а лишь подтверждают законы. А, наконец-то вы не знаете автора цитаты. Это французская народная мудрость, у нее нет автора. Ерунда, ее автор Наполеон. Народная мудрость обретает автора, как только ее подтвердит авторитет. Уж тогда скорее Франсуа Шаттабриан. Это фраза из его сочинения о христианстве, написанного в 1802 году. Шаттабриан ни в коем случае. Писатели только болтают о законах. Законы создают правители. Хорошо, сказал Гатыш. Допустим так. Сегодня в порядке исключения мне бы не хотелось спорить. А не поехать ли нам вечерком на рыбалку? Что скажете? Душа от жары истомилась. Нет. Опять законы? Нет. С дневным поездом приезжает моя жена. А если не приедет? А парет не ответил. Поймав на себе взгляд профессора, он поднялся. Чего он мешкает? Его выбрасывали из номера, а он точно, закипнотизированный кролик, сидел, разенув рот и почтительно слушал. Оставаться в этой комнате было просто неприлично. Считайте, что я выехал, сказал он. Уже уходите? А ваши вещи? У меня нет вещей. Интересно. А мне почему-то показалось, что у вас были вещи. Не знаю. Всего хорошего.